Не только в Японии любят экранизировать Манго. Потоковый сервис Netflix тоже это провернет в Death Note. И ждать экранизацию стоит уже в следующем году. И еще известно, что Уильям Дефо будет озвучивать Рюка, одного из богов смерти. Похоже, Рюк будет полностью анимированным в этом фильме. А жаль, мне кажется, грим на Дефо лег бы как родной. Привет, меня зовут Елена Рассухина. И я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Натнишься на что-нибудь интересненькое, скидывай в не новостной котелок. И начну со странного. Поклонникам Игры Престолов внезапно дали право голоса. Создатели шоу сделали онлайн голосование, где любой желающий может выбрать, кого бы посадить на железный трон. Более того, право голоса дается каждый день. И потому зрители призывают голосовать за своего избранника каждый день. По этому поводу есть и видосик, и отдельный сайт, на котором можно ознакомиться с кандидатами и их лозунгами. Всего на выбор представлено четверо человек, но я не буду говорить кто. Вдруг кто еще не смотрел, но собирается. Не хочу быть из плохих людей, которые наказывают не смотревших спойлерами. Сериал-то реально хорош. А тем, кто в теме, вот смотришь ты этот сериал, смотришь, и раз за разом происходит ситуация, когда так хочется вмешаться, помочь, изменить ход истории, обратить все вспять. Переживаешь, расстраиваешься. Но со временем приходит, что нужно довериться и смотреть, что же будет дальше. Ну и догадки свои строить. И тут, когда уже не надо, тебе вдруг дают выбор, даже в некотором смысле вынуждают. Разголосовать можно каждый день. Но на самом деле это, разумеется, реклама для привлечения внимания к шоу. Хотя, сколько еще внимания ему надо? С отсылкой на выборы США. Ну реально, со всех сторон про них говорят. Ну а я вот надеюсь, что это никак не повлияет на сюжет. В конце концов, Мартин же шоураннером рассказал, что и как делать, и чем дело кончится. Результаты выбора будут 1 сентября, а тогда и узнаем точно. А, и кстати, новая книга Мартина вроде должна уже наконец выйти в этом августе. Ну давай же уже давай! Давай, беспощадный бородач! А помните, я вам рассказывала про царь-автобус, который придумали и представили на международной выставке высоких технологий в Китае? Тот высоченный бус, который по специальным рельсам катится как бы над дорожным движением, не попадая в пробки и не участвуя в их создании. Было это 2 месяца назад, и во время презентации инженеры сообщили, что планируют начать тестировать его уже к концу этого года. Но китайцы наглядный пример выражения сказано сделано, и первые испытания начались уже сейчас. У автобуса есть своя специальная трасса, и сейчас оценивается работа его тормозной системы, лобовое сопротивление, а также энергопотребление. Ведь, если вы помните, работать этот автобус будет от электричества, что делает его не просто защищенным от простаивания в пробках, но и безопасным для окружающей среды. Честно, это очень крутая идея, и мне очень нравится этот автобус. Ехать в машине под ним, возможно, будет страшновато, как в туннеле, который тоже внезапно едет в ту сторону. Но в целом это замечательно, не ставить в пробках, и не создавать пробок, и не загрязнять воздух, прям как электрички. Идеально. Ну, а напоследок кое-что почти веселенькое, ну или, по крайней мере, оно вас плакать больше не заставит. В Японии с осени начнут продажи лука, который не вынуждает слезу наворачиваться на ваши глаза. Хотя стоит он дороже обычного, так что причины всплакнуть всегда найдутся. Когда вы режете лук, он выделяет особое вещество, которое испаряется, превращается в газ, и, попадая на слизистую глаза, начинает его щипать. Поэтому, например, если резать его под строю воды, этого не происходит. Газ просто не добирается до глаза. Хотя, по мне, так достаточно смачивать периодически нож водой. Но нет, японские спецы пищевой промышленности шагнули дальше и вырастили новый вид лука. Для получения этого вида на эксперименты в ученых ушло ни много ни мало 20 лет. Этот вид назвали улыбающийся шар, и помимо того, что он не щипит глазки, он еще и не пахнет, а его вкус более сладкий. Планируется, что лучок должен хорошо зайти покупателям, несмотря на высокую цену. Вообще, это, конечно, неприятно, когда щипят глаза, но, по-моему, это не такая большая проблема, чтобы с ней бороться. Да и вообще мне давненько не попадался лук, который щипит. Ну, я в любом случае его попробовала бы. Хотя, насколько это лучок, если у него и запаха нет, и на вкус он другой. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайся на мой канал и Инстаграм, и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. Ракетная система СЛС должна стать самой мощной в мире, и НАСА провело успешное испытание ракетного двигателя РС-25, которым система будет оснащена. Использовался... ...скрывается или не скрывается буква, а если буква скрывается, значит роль ключевая, и роли у нас есть такие.